Стали победителями на чужом поле. Во Владивостоке футболисты «Сокола» выиграли второй выездной матч в Футбольной Национальной Лиге. Как прошла игра, а также о других спортивных новостях региона расскажет Александр Филин. Спасибо, Станислав. 19 июля саратовский «Сокол» встречался с командой «Луч энергия» из Владивостока. По словам тренера Игоря Чугайнова, игра для саратовцев была довольно тяжелой. Вратарь Артем Ведоров спас команду в нескольких эпизодах, а вот защитник соперника допустил ошибку, потеряв мяч. Который послал ворота дебютант «Сокола» Кирилл Суслов. Встреча закончилась со счетом 1-0 в пользу саратовцев. 27 июля в 19.00 на стадионе «Локомотив» состоится игра с хабаровским «Скай Энергия». Саратовцы завоевали две серебряные и две бронзовые медали на первенство мира по гребле на байдарках и каноэ, которое прошло в городе Сегет в Венгрии. В соревнованиях приняли участие 1100 спортсменов из 70 стран мира. Воспитанница саратовской областной спортшколы по гребле на байдарках и каноэ Элеонора Ковальчук в заезде на 500 метров стала бронзовым призером. А Кира Степанова в паре с москвичкой Еленой Анюшиной стали серебряными призерами, уступив лишь экипажу из Германии. Призовые места привезли саратовские спортсменки с чемпионата и первенства России по триатлону, который проходил 19 и 20 июля в городе Ярославль. Мастер спорта международного класса Александра Разоренова завоевала серебряную медаль. Бронзовую награду взяла спортсменка Мария Шорец, выступающая за Саратовскую область по параллельному зачету с Санкт-Петербургом. На сегодня это все о спортивной жизни региона. Увидимся в следующем выпуске спорт-обзора. Спасибо, Александр.